Помолчите. Всё, поняли, не волнуйтесь. Да да, помолчите, раз поняли, я выступаю. Помолчать! Да да, молчать нужно сидеть. Читер партии выступает. Пропадите пропадом! Пошёл вон отсюда! Израильская собака! Подлость, гадость, преступники! Свои, ты в виду. Убирайтесь вон! Бандиты и воры! Совестная сидишь здесь, фигуристка! Меня боится весь мир, вы об этом знаете? Ненавижу вас! По её словам, Жеремовский, набросившись на неё, выбрал самого слабого. Всегда русские женщины вмешивались в драки, и самый последний пьяница не пытался на них руку поднять. ...последнего, но всё же получил несколько ссадин. Постарались соратники вождя ЛДПР. Сам Владимир Вольфович отделался лёгкой травмой пальца. Вот пиджак весьма в моей крови. Вот я лежал на полу и стекал кровью. Вот кровь. Видите-то всё? Количество у меня крови. Вот пиджак. Давьте протесты! Коллеги, эмоции... Эмоции успокойте. Это всем говорю. С ЛДПР в знак протеста в полном составе покинуло зал заседаний. Своё неадекватное поведение Жеремовский сейчас объясняет состоянием атмосферы. В тот день в Москве действительно была мощная, сильная магнитная буря. И я знаю об этом. Как только наши войска нанесли удар, тут же 150 человек... Ой, ну что же вы делаете? Ну что же вы делаете? 2 декабря я по-русски вам говорю. Подлец! Подлец! Скотина! Владимир Вольфович! Вы была грязная свиньяка! Владимир Вольфович! Будем угрожать и будем расстреливать вас! Не буду еще указывать, что делать! Подлец! Я прошу прощения, дура, замолчи! Владимир Вольфович, ну не оскорбляйте женщину! Ну если она тупая! Владимир Вольфович! Если мозгов нету! Ну началось! Вот видишь? Вот идиотка что, убери её отсюда! Чёрная грязь! Отвратительная баба! *** последняя! Владимир Вольфович! Сумасшедшая! Ваша... Сумасшедшая дура! Как моя партия называется? ЛДПР Молодец! Расшифруй! Не надо! И хорошо! Пусть будет просто ЛДПР! А другие? Кого знаешь еще? Больше никого не знаю! Молодец! Не надо никого знать! Всё остальное мусор! Современная Европа! Конец 20 века! Без пушек! Без войны! Любовь! Вот маленький анекдот! Барак Обама говорит, у него три кнопки! Жёлтая, зелёная, красная! Зелёная нажал, Европы нет! Жёлтая нажал, Китая нет! Красная нажал, России нет! А Мельки говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза! Золотой, серебряный и фаянсовый! Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре! Ха-ха-ха! А так, милые женщины России, вам уже в 17-м году сделали подарок! Приравняли вас к мужчинам! И вы уже забыли, что вы женщины! Если я стану президентом, у нас вновь появится удалая тройка! Ша-ха! Денег в этом государстве нет. Но я единственный говорю, где их взять. Если вы проиграете выборы, я их не проиграю. Проиграете вы, избиратели. Я подожду до следующих выборов. Но имейте в виду, если выиграет выборы Ельцин, то через полгода, через год в этой стране гражданская война и военный переворот. Вот это, что вас ждет, если не я, выиграю эти выборы. Это радикал, это новый революционер, это Ленин конца 20-го века. Прорваться в Кремль, натворить снова самых много плохих дел, разрушить государство, он его уже разрушает. И потом он умрет, уйдет из нашей жизни, и мы будем вспоминать и оценивать его политику. Поэтому я бы очень хотел, чтобы новый президент России был не только президентом России, но и президентом всех русских, проживающих на территории СССР, и всех русскоязычных, и взял бы под свою защиту все малые народы. Что вы предполагаете сделать, как политика, если президентом все-таки станет Ельцин? Ельцин не станет президентом России. Мы не можем погибать вместе с ним. Мы благодарны первому президенту России за то, что он нам дал те свободы, которыми пользуемся сегодня. Могут быть споры между... Нюансы. Да, могут быть споры по поводу того, как добиться нам тех результатов, тех целей, которые мы перед собой ставим. Но я знаю, что вы искренне стремитесь к тому, чтобы СССР жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее, и люди жили в более комфортных условиях. И это может произойти в марте 2024 года. Нет, 2030. И третий заход 2036. Уже южная мафия скупает все. Посмотрите, москвичи, рижский рынок. Вот такой будет вся наша страна. Если у власти останутся те, кто сегодня заседают в Кремле и на Красной Пресне. Я сразу скажу, что я против того, чтобы хоть один метр советской территории оказался под юрисдикцией чужого иностранного флага. Нужно снять все ограничения со всех видов экономической деятельности. Наши граждане не знают, чем можно заниматься. Открывайте пекарни, коптильни, мастерские, маленькие заводы, выкупайте магазины. Только это спасение. Поэтому давайте мы сделаем Россию богатой и культурной, чтобы союзные республики не отбивались от нас боевиками и другими флагами. А чтобы они просили, слали сюда делегации, как они слали русскому царю. И в Руси была тишина, банкет 4 года. Мандарины, хурма, вино, шашлык, кинкали. А Россия истекала кровью под немцами. На краю цивилизации мы. Вот европейская цивилизация там на западе, мы на краю. Восточная там далеко до Тихого океана, мы опять на краю. С края трудно принять решение. Нужно быть в центре. В центре пока не получается. Рай в Европе. Вы забываете, что этот рай обеспечила русская армия, спасая вас с агрессии с востока. Тысячу лет, да, тысячу лет у нас не было демократии. Потому что тысячу лет мы воевали. И сейчас продолжаем воевать, чтобы у вас в Европе была демократия. И пусть назидание всем народам Советского Союза погибнет Грузия и Армения. Она погибнет в течение года, не будет этих двух республик. Мне очень это жалко. Но это произойдет, потому что они находятся в том регионе, где они не смогут быть самостоятельными. Только Россия будет членом организации объединенных наций. Таково положение международного права. И завтра Эстония и Латвия все останутся без энергии. Все остановится без бензина, без всего. Там уже все на грани остановки, на грани кран. Неимедленно приходить, демократы продолжают поставлять. И вы все здесь сидите. Вы бы сейчас сидели в Бухенвальде, в немецком концлагере. Если бы не наша армия, которая 50 лет назад освободила. Украина войдет в НАТО. И НАТОвские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы, кто сегодня голосовал. Поэтому пусть у вас отсохнут руки 243 предателя России. Только Украина. Все, что вот Южная Украина и Восточная Одесса, Харьков, Днепропетровск, Херсон, Николаев. Это Россия. Новороссия, Мовороссия. Вы в истории не найдите. Я историк. Найдите мне хоть одну строчку. Существовало государство Украина. Где и когда? Украинец слово придумали в Вене. Поэтому никогда в истории не было украинского государства. Никогда. Нет такого понятия в истории человечества. А, конечно, язык навязали силой. Взяли польский и русский за основу. Добавили турецкий Майдан. Исказили. Поэтому надо кардинально решать вопрос. Чтобы не было сил враждебных на наших границах. Чтобы у нас появились снова границы на уровне СССР на 1 января 1990 года. То есть Украина в составе России и Прибалтика. За полтора года восемь раз я укололся разными вакцинами. Восемь. Получается, хватает вакцины для меня, прививка, на два месяца всего. Количество антител. А я проверяю регулярно. И как только начинает уменьшаться, я делаю очередной укол. Я не увлекаюсь. Но если уменьшаются антитела, организм оказывается безоружным. И он может снова заболеть. Поэтому из двух зол мы выбираем меньше. Вот я сделал 8 уколов и не заболел. А если сделал бы 4, то возможно меня бы где-то прихватило. Но когда вы изберете меня президентом, население, вам придется слушать президента до конца. Как на Западе. Хоть 24 часа. Пока я кандидат, я заканчиваю. Но в принципе президента нужно слушать до конца. А я пока кандидат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok